Добрый день! У вас приветствует образовательный сайт Ednova. Сегодня мы с вами поговорим об одном замечательном сервисе, который называется Kahoot. Если же мы будем вбивать просто Kahoot в нашем браузере, то часто мы сможем наткнуться на сайт, где нужно уже вбивать наш пароль от нашей игры. Но если вы хотите создать сами, то вам нужно будет перейти на create.kahoot.it Здесь вам нужно будет зарегистрироваться, регистрация бесплатна, то есть все функции. Так как я уже создал аккаунт, я просто зайду в него. И здесь у нас появилась новая функция Jumbo, но мы ее не будем рассматривать. Мы рассмотрим, как создавать задания с множественным выбором. То есть это у нас квиз. То есть create a new Kahoot, нажимаем квиз. Сейчас наша страничка прогрузится. Наши дети очень любят Kahoot, играют с него с удовольствием. Первый, ну нужно просто задать именно нашу тему сегодняшнего Kahootа. Допустим, скажем, это Kahoot, интро или введение. Далее здесь небольшое описание. Небольшое описание для вашего Kahootа. Или же можете написать так. Kahoot по электростатике. Витин, для кого выбираете, для всех, если вы хотите публично его публиковать. Где бы же это чисто для меня. Язык выберем, давайте русский. Где наш русский язык? Русский язык. И аудиенс, это у нас, кто будет у нас играть в эту игру. Ну так как мы школа, выбираем школу. Кредит ресурсы, если же какие-либо использовались ресурсы и так далее. То есть здесь у вас было написано. И небольшое можно сделать интро-видео. Здесь можно будет ставить какой-либо картиночки. Окей, нажимаем ОК, Го. Вот. Далее вот здесь у нас есть Game Creator. И нам нужно будет нажать на Add Question. Нажимаем на Add Question, вводим, к примеру, что такое Kahoot. Выбираем время. Давайте возьмем 30. То есть, our points, будете ли вы давать очки или не будете давать очки. Дальше здесь можно написать, это сервис. Это сайт. Игра. И так далее. К примеру, если ответ это сервис, нажимаете на сервис. И что очень удобно, можно будет вставлять формулы, либо же какие-либо определенные символы, математические, греческие и так далее. Очень удобно в этом плане, но раньше этого не поддерживалось. Здесь же обратно, если какие-то есть отсылки, пишем сюда, чтобы не сочлись за багет. Здесь же можно выбрать также видео, либо же можно будет вставлять какие-либо картинки. Нажимаете и скачивайте с вашего компьютера. Окей. Дальше нажимаем Next. И так мы добавили одну картинку. Здесь можно ее скопировать. Нажимаем редактировать, либо же удалить. Добавим еще одну. Точно такой же. Вариант. Вариант, вариант, вариант. 1, 2, 3, 4. То же самое выбираем правильный ответ. Нажимаем Next. И у нас выходят здесь вопросы. Здесь, чтобы не заходить постоянно, не убивать наше время, можно выбрать лимит здесь. И так далее. Создали ваши вопросы. Нажимаем Save. Далее можно уже с ним шейрить. То есть можно будет заширить в различные социальные сети. Либо же сразу начать поиграть. Здесь у нас идет Preview. То есть можете просто предварительно посмотреть. И Edit it. Это у нас его заново редактировать. Можете либо нажать I'm Done. И все. Ваш кахут готов. Можете играть. С детьми. Вот здесь у нас все наши кахуты, которые были созданы. У нас есть специально в нашем аккаунте. Они сохраняются. Никуда не удаляются. Далее, чтобы запустить кахут. И поиграть с детьми. Нам нужно будет просто нажать на Play. Где наш Play? Нажали Play. Дальше здесь два вопроса показываются. И то, что никто не играл. Нажимаем еще раз Play. Немножечко объяснит компьютер. То есть наша игра грузится. Где же можно будет потом выбрать режимы. То есть один на один. Либо же Team vs Steam. Это значит, что есть какая-то группа. Но нам нужно, к примеру, если один ученик будет играть для самого себя. Просто нажимаем в режим Classic. В режиме Classic каждый ученик может залогиниться, как я только говорил, через kahut.it. Здесь нужно будет ввести код, который будет показан вот здесь. То есть 4, 9, 7, 5, 6, 9. Давайте введем. Нажмем на Enter. После того нам нужно будет выбрать наше имя. К примеру. Нур-Султан. Нажимаем на Enter. И здесь вы можете заметить то, что у нас добавился один игрок Нур-Султан. Нажимаем Start. Но вы можете, если это нежелательно насквозь, просто нажать на него и отменить его участие. Нажимаем Start. Кахут, интро или введение. Что такое kahut предварительно дается у нас буквально пару секунд, чтобы подумать. И здесь у нас идут ответы. К примеру, kahut, сервис, сайт и так далее. То есть есть определенный фейер-групп и определенный свет. А как это видит у нас участник группы? То есть он видит то, что у вас показывается на экране и он должен выбрать, то есть ответить. К примеру, я говорю то, что это сайт, я выбираю синий и ромбик. Нажимаем. Здесь говорится неправильно. Правильный ответ у нас показывается в сервисе. То есть один человек я ответил то, что это синий. Правильный ответ это был треугольник. Нажимаем Next. То есть 0 баллов у меня. И точно такое же. Здесь у нас то же самое. Показывается то, что у нас буквально 3 секунды. И здесь можно выбрать варианты. Выбираем, к примеру, я говорю то, что это вариант 4. Окей. Он показывает то, что у меня правильный вопрос. Ой, правильный ответ. Здесь также показывается то, что правильно. И общий балл 948. Также можно будет получить результаты в качестве Excel-таблицы. Либо же сохранить на Google Drive. В общем-то и все, что требовалось от Кахота. Здесь после того, как вы закончили игру, ученик может оценить ваш Кахот. Допустим, добавить звездочки. Научились вы чему-нибудь, к примеру. Либо же, по рекламу, вы уменьшите ли вы этот Кахот другому. Ну, и как вы, в принципе, все ощущаете. Ну, я думаю, средний 1 правильный, 1 неправильный ответ. Кахот. Здесь также у нас видно то, что у нас был один респонс, то есть один обратная связь. Можно заново поиграть и начать новую игру. На этом все.